География мест службы наших земляков широкая. Как нам сообщили в комиссариате Республики Адыгея, буквально на днях целая группа призывников из Адыгеи прибыла в Калининград. Именно на Балтийском флоте свою срочную службу проходил и наш герой, который перед армией был воспитанником и инструктором молодежного военно-патриотического объединения единства. Я изначально поставил себе цель попасть в элитные войска. Закончил институт физкультуры, мои копии у нас. После этого учился в аспирантуре. В армию пошел достаточно поздно. Если брать, берут в армию, идут в армию в основном после школы все, ну максимум после первого института. А я их закончил два и аспирантуры, только после этого пошел служить в армии. Узнал, что есть элитная часть. Я хотел попасть на флот, но чтобы это была сухопутная часть. Оказалось, что есть такие части, их четыре у нас в России, на каждом флоте по одной. В общем, это спецназ ВМФ, как их еще называют морские котики. Наши не любят так их называть, потому что у нас считают, что все мужики, тюлени у нас нет. Вот. И я готовился. Знал, потому что часть эта находится на Балтийском флоте. Парусная. Поселок Парусная. И она славится своей подготовкой издавна. Там хорошие дают подготовку для будущего. Если кто-то хочет продолжать свою службу в рядах вооруженных сил или же идти в какие-то другие силовые структуры. Поэтому, зная это, я усиленно готовился. Но акцент делал, как я думал, на боевые искусства. Я занимался кокушином и сейчас продолжаю заниматься. И думал, что там это важнее. Но когда попав туда, я узнал, что важнее всего выносливость. В морском спецназе большие физические нагрузки, направленные на изнурительную работу организма. Каждый день по три тренировки. Машброски с оружием, с тяжелым рюкзаком за спиной. Различные виды подготовок. Специальная военная подготовка. Воздушно-десантная подготовка. Погружение. Горная подготовка. Так как один из вариантов высотки на судно – полебедки с вертолета или с лодки по трапу. Нагрузки были настолько тяжелыми и непривычными для человека, попавшего с гражданской жизни туда. И в состоянии стресса ты находишься. И постоянно тяжелые нагрузки. И требования офицеров, они в жесткой форме. И это непривычно для обычного человека. Именно так готовятся разведчики-диверсанты, которые могут действовать под водой, на воде и на суше. Современный Балтийский флот – это 50 боевых кораблей, подводные лодки, морская авиация, силы ПВО и береговые войска. Он по-прежнему подтверждает свою боеготовность и демонстрирует Андреевский флаг в разных точках мирового океана. Сторожевой корабль «Неустрашимый» побывал уже дважды в районе Африканского рога. В 2009-2010 годах на нем проходил свою службу и Александр. Военный корабль обеспечивал безопасность морских перевозок в зоне, где действуют пираты. Мы пошли освобождать калининградских моряков, которых захватили на судне Тенцулов Тай-Юнион-3. И попутно мы выполняли задачи сопровождения караванов, охраны кораблей в районе Аденского залива. В итоге мы там были 5 месяцев. Мы прошли нулевой меридиан 4 раза и экватор прошли туда и обратно. За 16 лет Балтийский флот не проходил экватор. То есть мы за 16 лет первый раз по корабле Балтийского флота преодолели экватор. Когда сопровождали судно, Тай-Юнион-3 освободив к Сейшельским островам. За время своего патрулирования неустрашимо успешно сопроводил 90 гражданских судов. Не раз кораблю приходилось отбивать атаки пиратов на транспортные караваны. Это было утро, рано утром, так как пираты в основном нападают рано утром на восходе солнца. Потому что это тактический очень хитрый ход. Солнце всходит и они со стороны солнца подходят к танкеру. Их можно обнаружить только в последний момент. И прошла сводка, что на такое-то судно происходит в данный момент нападение. Мы вылетели на вертолетах, пираты стали отступать. Мы погнались за одной лодкой, у них лодки очень быстрые. Лодка «Скиф», то есть она очень узкая, продолговатая. И на ней два мотора, по 200 лошадей каждая. С помощью вертолета мы их остановили, досмотрели. Они особо сопротивления нам не оказали. Оружие они сбросили в воду. И мы ждали, когда подойдет наш корабль. Потому что мы на вертолете от него улетели на достаточное расстояние. Корабль подошел. И одновременно на захват шли американцы. Они немножко быстрее шли нас. Но наше командование приняло такое решение на скорости, не на полном ходу, но где-то 14 узлов мы шли. На этом ходу сбросить быстроходный катер с работающим винтом, с группой захвата. В конечном итоге задачу мы выполнили. То есть лавры победы в итоге, так как мы изначально вылетели на поиски, чтобы отбить судно у пиратов, все-таки мы, лавры победы, нам достались. Хорошей наградой за умелое действие в боевой обстановке для молодых российских парней, конечно, были редкие часы отдыха. Купание в океане, в бассейне отеля в Амане, игра в гольф. Весенняя призывная кампания завершается 15 июля, когда последние призывники получат дипломы об образовании. И успешность их службы напрямую будет зависеть от уровня их подготовки и желания с честью выполнять свой воинский дух. Субтитры создавал DimaTorzok